Здравствуйте, мои дорогие слушатели, вся информация и видео опубликована на нашем сайте взятой из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Ереван понял, Баку не отступит в процессе переговоров и война неизбежна. По мнению азербайджанского эксперта, Армения пытается создать условия для ввода в зону конфликта миротворческих сил, чтобы надолго продлить статус-кво. С возобновлением боев на участке газграницы уже начали вырисовываться контуры целей провокации со стороны Армении. После почти суточного затиши армянская сторона возобновила боевые действия в Тавусском направлении. Это можно назвать вторым этапом замысла предпринятой провокации, как передает Азэ Эйзи об этом в беседе с Аксар. Эйзи, сказал полковник запаса Ильгар Алиев, отметив, что ранее он уже давал анализ первого этапа армянской провокации. Наряду с попыткой привлечь в зону конфликта ОДКБ, а в частности Россию, кукловоды Еревана хотели прозондировать реакцию дружественных Азербайджану стран, а в частности Турции, в целях уточнения своих следующих шагов. Но Турция среагировала моментально, и именно из-за этой реакции кукловоды заняли пока что выжидательную позицию, подчеркнул он. Наш собеседник обратил внимание на то, что именно этот отрезок границы находится вблизи стыка трех границ трех государств – Армении, Грузии и Азербайджана, и по замыслу кукловодов, в случае создания благоприятных условий для ввода миротворцев, можно будет контролировать весь Южный Кавказ. Именно в непосредственной близости от этой зоны проходит основная часть энергетических коммуникаций Азербайджана в Европу. «Кроме того, нельзя забывать, что скоро начнется транспортировка азербайджанского газа в Турцию и Европу, минуя Россию, и эта ветка также проходит вблизи этой зоны», отметил полковник. По его словам, Ереван уже четко осознал, что Баку не отступит ни на шаг в процессе переговоров, и война неизбежна. Ереван понимает, что война – это катастрофа для Армении, и ему нужно как можно дольше продлить статус-кво. До сих пор своими силами это удавалось, но понимая, что это уже невозможно, в Ереване решили сделать это посредством третьих стран, а именно при вводе в зону конфликта миротворческих сил можно продлить статус-кво еще долгое время, считает Алиев. Видимо, по закоулкам мозгов армянских стратегов, бешеной собакой носится мысль, что Баку в случае угрозы энергетической инфраструктуре и коммуникациям пойдет на послабление своей позиции по Нагорному Карабаху. Ведь недаром накануне этой провокации разнокалиберные муделяны военно-политического руководства начали делать заявление, мол, мы разрушим энергетическую инфраструктуру Азербайджана. И это заявление было частью общего замысла, так сказать, психологическое его обеспечение, сказал полковник, не исключив также, что толпа, ворвавшаяся в мили Меджлиз, руководилась исполнителями армянских замыслов, которые были пресечены в зародыше благодаря бдительности органов государственной безопасности. Отметим, что представитель Минобороны Азербайджана Вагиф Дергяхлы, комментируя в четверг угроза армянской стороны относительно атаки стратегического объекта нашей страны, Мингичевирского водохранилища, в частности, заявил, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить АЭС Митсамор, что может привести к большой катастрофе для Армении. Думается, это заявление можно в равной степени отнести и к ситуации, если враг задумает ударить по энергетическим коммуникациям Азербайджана.